Давай, работай! Давай, давай, Даник, делай! Захват сверху, глава, захват. Стринга-дрядка, стринга-дрядка. 30 секунд осталось. Давай, Даник, тебе разговаривай. Выше возьми, тебе легче будет. Возьми выше локтя. Владимир, делай! Вот, молодец, супер! Даник, делай! Что ты ходишь всё время справа влево? Там, где встал, там и стоит. Он тебе подошёл, ты его кидал. Время! Отдыхаем! Что ты ему хочешь рассказать, Даник? Я спросил, если он в горе принять. Если что? Воду принять. Ещё раз. Вода! Он хочет воду? Я хочу! Ты хочешь? Да. А зачем? Пить. А, ты что, селёгку кушал? Нет. Вон, первый вчера. Сушняк. Сушняк. А, сушняк. 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 В санатории строитель. Я сижу у врача и выписку делаю. Я работал не в санатории, а в больнице строитель. Я работал в санатории, пришёл делать там выписки, кто у нас лечился. А этот сижу, приходит один строитель. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Так, говорит, горло болит. А после бадуна... После чего? Бадуна. Это значит, клёпнул хорошо вчера, пришёл, глаза открыть не может, несёт от него. Доктор, я больной. Он говорит, что такое с вами? Вы понимаете, горло болит, наверное, заболел. Он говорит, доктор, вы знаете, что, когда селёгку кушаете, не кушайте её хвостом вперёд. А хвостом назад, и не будет болеть. Не могу дать. Доктор, я больной прошу. А сам-то клюков. И два чувака пошли за пивом. На стройке, а так как прорак там внизу был, они прыгнули на гравий. Ну этот, мелкий. Два человека. И они вдвоём прыгнули, и поломали руку один, и второй в одном месте. Вот здесь. И они у меня лечились, эти два парня. Лечились. И у них, как бы, ну, зажило всё, но они носили гипс, чтоб побольше не работать. А что, идёт этот, как его, больничный идёт. Они пришли, значит, к доктору. Они говорят, что так ноет, так болит этот. Значит, всё, он это отпустил, выписал в больничный. Вышел доктора покурить. А это там солнце вертит. Ну не солнце. Перевороты делает, там перекладины в площадку. Ау, он больной. Ну ладно, говорит, больше ко мне не приходить. Да, кстати, восьмичасовой рабочий день, это завоевание социализма. То есть, до того, как не было СССР, все работали как можно намного больше. Восьмичасовой рабочий день. Отпуска тоже не было. А почему? А потому что капиталисту не выгодно, когда ты работаешь и отдыхаешь. И работали именно субботу и по воскресеньям работали. Но трудящие все видели, что в СССР восьмичасовой рабочий день. День отдыха. Потом, как оно называется, отпуск. День бесплатный. Медицина бесплатная. Образование бесплатное. Им пришлось то же самое потихонечку водить из себя. Поэтому, когда вы будете думать, чтобы вы знали, те родители, которые работают частно, там тоже есть свои принципы. Но если сам он может работать сколько? Вот водители, да? У них же есть нормы. Если они перерабатывали больше и не устают, и вот авария отсюда. А у нас были аварии в СССР так много? Были? Нет, тоже были, но, наверное, не так много. Просто, если человек работает когда уставший. Ну, чтобы вы знали, восьмичасовой рабочий день, два дня отдыха. Это все профсоюз. Это все даже не профсоюзы, это социализм. Хотели коммунизм? Ну, это, конечно, тяжело. Невозможно сделать. Хотели? Капитализм? Да. Некая бесплатная медицина, школа учится бесплатно. Налоги большие. Что-то есть. Ну, там просто, если бы в России не воровали так сильно, жили бы все хорошо. Что ты пидел? 252 участка за одним чуваком. Вот сейчас там где-то под Москвой, замковый область. 252 участка. Ну, что с ними делают? Ну, набрал, блин, мои участки. Ну, зачем тебе столько было? Кто будет продавать? Ну, продавать нужно. Жизнь кончится уже. Какой смысл? Я понимаю, да. Пойдемте себе, скажи, пацаны, вот этот участок, этот, 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 стройте здесь, этот, а этот дайте мне. Да возьми. Тот же самый умер города. Если скажет, что вот тут чистят, это все делают. Скажет, ребята, я хочу вот этот участок. Подарите мне. Что мы вам не подарим им? Урок в дизеле, работа есть, да? Учителя нормально себя чувствуют. Вот сейчас там подняли зарплату. Подняли зарплату. Учителя. А у нас раньше как было? Мы идем в отпуск. Приходим перед выходом в отпуск. Нам давали 13-ю зарплату. В 12 дней давали 13-ю зарплату. То есть мы получали как бы больше. Когда идешь в отпуск, больше у тебя там. И еще в конце, когда выходишь, тебе могли премию дать, еще что-то. То есть нормально. А сейчас эту 13-ю зарплату взяли и разделили на каждый месяц. Сказали, что зарплату подняли. А 13-ю зарплату переберут. Тоже непонятно. Так, все, встали. Встали. Встали, одели кимоно, заправились, боремся под дзюдом. О, Влад не может встать. Вот там. Так. Значит, есть два варианта. Одели пояса. Есть два варианта. Значит, первый вариант. Один борется с Владимиром и с Даником. Держит двумя руками. Держит двумя руками, при бросках остается в стойке. Бросил одного, уходит, уходит второй. Так. Бутук, ты готов? Да. Тебя куда поставить? С нами. Хорошо, все. Ты идешь туда, вы тогда боретесь. А потом через пять минут я поменяю Влад тебя. Хорошо? Влад, ты при системе будешь бороться. Двумя руками захват и в стойке остаешься. Это с ними. Это с ними. А его как можешь. Чезар. Даешь захват, берешь ответный захват. Но без падения делаешь. Стараешься остаться в стойке. Да, он может тебя потянуть и все что-то. Но ты его бросил. О! И только потом ты падаешь. То есть не раньше. Пожалуйста, Владимир. Красавчик ты наш. Вот иди бороться. Заринчик, постарайся остаться в стойке. Готов? Да. И так. Двадцать минут. Хаджиным. Еще раз. Чедар в стойке остаться. И удушающий. Эх, Артемчик. Двумя руками. Курянчик. При бросках стараться двумя бежать. Или так. Ой, Владимир, красавец. Души. 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 А-а-а. Захватки. Души. Не отпускать надо делать. Все равно. Покрепить. Души все равно нужно. А-а. Тебе просто низко захват бешал. Правильно. Владимир, пояс. Пояс. И согнуть. И согнуть его. Пояс. И согнуть. 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 Ложись на него. Сгибаешь. Оп. Хороший. Все. Руку отпустил. Он раз. Руку выставил. Я понимаю. Сорвалось. Если чуть-чуть руку. Все. Красавчик. Просто в этом случае не падает. Видишь, он руку выставил. Оп. И болевой. Вот тут. Я что-то броска даже не могу сказать. Не смотрел. Не думал. Так. Даник. Сюда. Ко мне. Ко мне, Даник. Ну. Блин. Почему остановился. Руку к себе чуть руками и все. Так. Ты сегодня красавчик. Выиграл. Вот он. Фрайера того. Все. Молодец. Удержал. А то он такой крутой ходил. А то ему раз на хвост наступил. Смотрю Владимир. Хорошо. Он передним. Развернуться вперед надо было. Красавчик. Отлично. Честно. Это удержание. Да. Так на обои. Смотри. На обои лезешь. А ручки? Да. Стойку. Молодец Владимир. Хорошо. Взял сверху пояс и сразу влез. Зацеп боленью или заднюю подножку и держись до него пока не упадет. отдыхаете самостоятельно встали в стойку, заправили пояс, как раз и отдохнули уже это третий уже, в одну и ту же сторону вау, 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 вау Влад, вот если бы ты танк кинул, зафиксировал, так Чезар даже не видно твой бросок в ног класс, Влад хорошо, Владимир доставай, пояс заставай пояс заставай ножки пошире стойку Влад, Владимир ты остаешь, остаешь прямо раз прямо легко кинулся ноги подальше на него ложи прямо, вот смотри достал пояс и переведи вот иди сюда твоя задача достать пояс и перевести его на колени положить его на колени на животное колени перевести в парк хорошо ноги в сторону просто и удушайся Чезар Матэ на свою половину а что ты ему сто простухой, что ты хлопкаешь отец, давай села от тебя спасибо большое, папа нет, другие покажи два пальца еще раз что ты ему сделаешь что Матэ какой прием ты ему должен сделать вот подумай не то что хочешь то что хочешь да а какой бы прием бы хотелось бы сделать что отсюда ему можно взять вот ты раз упал, два упал, три ну так сейчас ты опять упал с этого я пояс не взял но это опасно уже подумай какой бросок ты ему сможешь сделать переднюю, заднюю нет, что-то одно заднюю попытаюсь хорошо а ты же два раза заднюю падал падал не делал так постараешься сделать делай любые встали встали да еще раз музыку нет, потому что записывай как только закончим бороться сразу включим просто мне потом ютуб ругается он говорит, что я украл музыку чужую встал а джун даем и сам все хорошо да владимир что я попросил тебя вот это твоя задача пять раз это сделать молодец умница а вот сейчас уже зря видишь вот в стойке молодец в партере зря не лезь не лезь ну вот так умница ну если бы пошел на сзади то нет, ты если бы пошел не лезь я упал да руки согни так сухоп руки согни я не боюсь что ты упадешь а может ты головой ударишься не лезь видишь руки сразу надо прижимать иначе пожалуйста вот этот мат еще 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 Влад устал? поменять? нет укуси его за бочелки все все честно в стоечку хорошо молодец не давай не давай Владимир Владимир я тебя попросил что сделать достать пояс и и перевести на колени а ты полез куда будешь доставать пояс и лезть на переднюю и заднюю будешь через грудь переведи его на живот переведи на колени хорошо вот смотри ты достал начинай под свечкой изнутри раз ноги широко вниз вниз потом эту руку отсюда раз за шею сюда и вот уже задушили ой красавец еще раз еще раз ладно мотэ 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 и могу мне говорить ну до конца его души подставь подставься подставься пастухом и задуши болевой лучше всего задушить наверное подставься дай ему через плечо и задуши его дай на заднюю посади его но для этого надо ножки шире, чтобы он залез и не стоять на ногах перевел Владимир не знаю, делай в другую сторону делай болевой дай его колено в чем ошибка была? ты держишь захват да, я говорил, я извиняюсь, что во время борьбы разговаривал Артем, пожалуйста захватить, нельзя расставляться он держит, ты держишь, а я болтаю тебе нельзя расставляться, хорошо? да без захвата отошел, он может расслабиться хорошо, он в реальную стойку який гей а дальше что? удержание показать только в азаре, может ничего не дадут, может в азаре дадут он упал на живот больше он упал на живот больше или я вот так вот держал не так, а ты отпустил его? он падал на бак он падал на бак и потом ушел на живот значит 70% что тебе дадут в азаре а 30% что не заметил а ты вместо того, чтобы бросить и удержать взял и отпустил его все 50% хорошо так Владимир, стоп мальчики одну секунду, Матэ, Матэ, Матэ Матэ, 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 все, все уберите пожалуйста пояс, что я боюсь уберяну борешь с одной рукой, только правой держишь только правой рукой держишь а левая рука держит за пояс как держит? придерживает если вдруг падение убираешь борешь с одной рукой эту руку можешь и сюда пустить и сюда пустить да не берешь за курсу отлично япон можно удержание делать Матэ, то удержание ты же летел как птицу только как спать что ты скажешь? ну вот ты мне не веришь вот Влад видел я тоже не верю хорошо, молодец никому не верю все, пошли дальше одной рукой или правой или левой одна рука у тебя просто вот да правая вот через плечо ему а что ты расслабился? что он тебя отпустил? да? не расслабляйся посмотри на его глаза он уже хитрые глаза посмотрел глаза и посмотри он будет бороться не будет сразу а? нет не считается не считается честно а почему? вставай, вставай вставай не считается потому что разговаривает считается, конечно считается так и не считается 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 тогда, когда ты ему сделаешь удержание и болевой удержание и удушение тогда считается а так мало, мало да упрись вот так вот бедро чуть-чуть рукой не бери захват просто бедро упрись Владимир опять схватит за туловище а удушаешь а вот сам бедрить ага влево не боись не боись иди сюда Владимир что за ароматы? стоечку смотри гуря не устал молодец ты не устал? западу через грудь и посадку нет вот из-за этой руки вот ты должен вот так вот обними обними оп да, видишь ты обнял да? а если я вот так попробую я не даю поэтому через грудь и посадку будет тяжело дышать а нет Владимир растет смотрю уже у гриана тяжело дышит бутук красавчик такие приемчики выше руку ой красавец ты не ломай ты покажи ему как показалось кожный добавлю ворк уши вот это 100 кг считается да 101 вызывай стоп вам по штуку иди сюда ждай красавец все слушай есть разная виды борьбы есть борьба тогда ты его активностью за то что выход за то что ногу взял есть вторая борьба есть нападение ты нападаешь для этого надо быть и вы ножку и у тебя сильнее есть борьба в контратаке придумай какие-то броски красавицы какие-то броски выводи его например вот отсюда делаешь хорошо болевые берешь раз чуть-чуть потяну раз чуть-чуть потяну раз чуть-чуть потяну раз зацеп болевой и выиграл то же самое оставил одну руку оставил одну руку раз как бы чтобы он через спину не просто ждать что он будет делать а вывести на него если ноги поставишь широко чуть-чуть назад естественно надо зацеп голени будет делать или по дзюдо по пасам за ноги за ножку туда бросать то есть вытаскиваешь или ногу ему выставил поставил его естественно он будет подсекать раз переподселк например раз зацепь то есть что легче он физически сильнее он тебя старается сейчас и физически и технически хорошо подготовленным старается за счет атакующих действий а ты используешь эти атакующие действия уже готов надушающие да хорошо вот можно сейчас ой красавица стоп аккуратно видишь как хорошо Владимир опять ручка пошла снизу вернее сверху и вроде бы ты его бросил а он видишь ну что рука снизу должна быть души ну если он берет бери тоже и бедро ему взял же задворот дай ему руку аааа мотэ мотэ всем мотэ поотлонились поши вокруг ковра еще не все еще подтягиваем я уже специально купил экран пастухов вот здесь поставлю и буду показывать тебе твой склад пастухов сейчас еще лут куплю так пацаны значит пастухов чезар и влад бутуза 50 раз берете вот эту и вот здесь вот здесь на середине тот кто делает головой ко мне делает с той стороны бутух владислав дарин и владимир вот здесь музыку сейчас подождите секундочку можно тогда другим нет нет это ты сам сделаешь сейчас сейчас под